В Чебоксарах принимали поздравления защитники Отечества. Торжественное собрание в честь настоящих мужчин прошло в Театре оперы и балета. Зрительный зал театра заполнили до отказа не только те, кто носит мундиры, но и представители общественных организаций, ученики кадетских классов. Почетные гости на торжественном собрании ветераны, боевые офицеры и сотрудники силовых структур. Именно они могут по праву называть День защитника Отечества своим профессиональным праздником. Хотя 23 февраля принято поздравлять всех мужчин без исключения. Своими защитниками Отечества Чувашия может гордиться. Воинский долг они исполняют достойно, отметил глава региона Михаил Игнатьев. В республике родилось более 50 выдающихся полководцев, генералов армии и адмиралов флота. В память тех, кто погиб на войне, почтили минуты молчания. Пример с героев берут и молодые. Военно-патриотическому воспитанию в Чувашии всегда уделяли большое внимание. Во многих школах действуют кадетские классы. Каждый год юноармейцы принимают участие в играх «Зорница» и «Орленок». И это приносит свои плоды. Наша республика активно участвует в реализации проектов, направленных на воспитание молодых людей лучших человеческих качеств. Силы духа, уважения к окружающим, верности, дружбе, любви к родному краю, к родной земле. Восемь таких проектов в прошлом году были инициированы полномоченным представителем президента Российской Федерации и Привовском федеральном округе Михаилом Бабичем. И мне приятно сообщить, что участвовавшая в одном из проектов команда Чувашии по спортивному туризму завоевала первое место на всероссийских соревнованиях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...